В последний раз в Веновской школе номер 6 серьезный ремонт проводился аж 22 года назад. За это время школа сильно поизносилась, и в последние годы каждый жил ожиданием перемен. Перемены начались год назад, когда появился стадион. Среди своих собратьев, создаваемых по программе «Школьный двор», он стал одним из первых в районе. Следом школа в подарок получила новую кухню с современным оборудованием, на котором готовят еду для школьников и для дошколят, новую мебель в столовую. А в мае начались благоустроительные работы во дворе школы. И хотя как раз в плане благоустройства еще не все завершено, к первому сентября школа сильно преобразилась как снаружи, так и внутри. И классы, и рекреации, а туалеты какие сделали, одно удовольствие. Красота необыкновенная. Мы очень довольны. Стало ярче. Было серенькое. Внешний вид. То, что окна очень красиво стало. И внутри тоже красиво. Школа такая яркая стала. Ну, как бы, можно сказать, жизнь в нее вошла еще больше. И очень обрадовались всему этому ремонту. Очень хорошие стали условия. И в школе стало намного теплее. Теплее. Теплее станет всем. И тем, кто учится в школе не первый год, и тем, кто только-только начинает сюда ходить. Паша Высоцкий в школе новичок. Приехал из солнечного Ташкента. Хорошо. Класс дружелюбный. Школа красивая. Отремонтированная. Хорошо. Паша еще не знает, что пришел учиться в легендарную школу, одну из старейших в городе. Уже по традиции школа празднует два дня рождения. Большой. Ведь появилась она еще в далеком 1929 году на улице Вокзальной. И маленький в нынешнем здании на Ольгинской. В этом году школе 45. И поэтому, конечно, спасибо большое администрации Ленинского района за то, что такой подарок сделан не только детям, я думаю, что и всем жителям Расторгуева такого уголка уютного, красивого, ну, наверное, больше вы не найдете на территории Расторгуева. Но преобразования в школе продолжаются. В сентябре во дворе появятся малые архитектурные формы. Качели для малышей, для старших поставят теннисные столы. А стены в коридорах школы оформят стендами с познавательными материалами. Школа получилась такой светлой, чистой. И я надеюсь, что в нашей школе будут учиться только чистые и светлые дети.